Так, всем привет, с вами Михалыч. Значит, поговорим по экономичным отоплению для дома. Значит, испробовал я много разных вариантов, но сейчас тестирую вот такой вот вариант. Значит, отопление само по себе у нас будет электрическое. Сейчас тут заизолирую немножечко кусочек. Значит, электрическая панель, вот такая вот панель. Дом у меня, который я строю, общей площадью, то есть 48 квадратных метров внизу и где-то 38 вверху. Вот такая вот площадь. Рассчитываю обогреть, значит, шестью вот такими панелями. Площадь этой панели меньше квадратного метра, но достаточно приличная все-таки. Смотрите, видите, да? Вот, я ее включил, все. Она у нас сейчас прогревается. Вот, рука уже практически не терпит. То есть, это температура в пределах, ну, от 55 до 60 градусов. Вот. Давайте посмотрим. Сейчас я сюда... Ага. Что она у нас потребляет, эта панелька. Так, мы берем вот здесь вот. Вот, смотрим. Значит, потребление... Видно, да? 1,27 А. То есть, если перемножить это на 220 Вт, то получится чуть меньше 300 Вт. То есть, 290 Вт где-то получается. Потребляет вот эта вот штучка у нас. Но, я рассчитываю ее включать в двух режимах. То есть, вот такой вот режим. Это, скажем так, максимальное отключение, максимальная мощность потребления. И второй режим, половину меньше. Ну, как сделать половину меньше, я думаю, любой из вас это прекрасно знает. Способов тысячи. Один из них впустить через один полупериод. Значит. Ладно, я ее отключаю, например, чтобы можно было с ней работать, иначе она горячая. С ней трудно так не дать. Просто покажу, что это такое, из чего сделано. Как. Что она из себя представляет внутренне, что она равна. Панель, видите, сама по себе она очень тонкая. К сожалению, именно белого цвета металла потолще я не нашел. Было бы лучше, если бы он был потолще. Потому что получалось бы более... Вот она сейчас уже остывает у нас хорошо. Более подроще бы она была. Значит, было бы получше с ней работать. Но, во всяком случае, неплохо и так. Вот, смотрите, поближе покажу, что здесь у нас такое. То есть, сложности в ее изготовлении не вижу никакой. Для человека, скажем так, с интеллектом, сложно тут нет совершенно ничего. Ну, смотрите. Вот такой вот провод. Ну, вот кусочки его тут торчит. Красненький, видите, да? Это термопровод на основе углеволокна, который я выписал из Китая, купил. Значит, рассчитал эту панельку, чтобы она была у меня по мощности в районе 300 Вт. Вот. И наклеил все алюминиевым скотчем. Прямо на этот металл. Все соединил, как оно тут должно у нас быть по науке. Вот. Значит, если я пущу... Ну, есть еще третий вариант. То есть, чтобы она потребляла... Значит, первый вариант, это 300 Вт она будет потреблять. Второй вариант, она потребляет 150 Вт где-то. Значит. И третий вариант, она может потреблять... В общем-то, 150 Вт пополам. Это в районе, ну, в районе 70 Вт. Вот так вот можно сделать. В зависимости от того, как я буду включать вот эти вот дела. То есть, у меня вот сделана одна ветка до половины. Вторая ветка точно такая-то до половины. Вот. Так что... Ну, естественно, при каждой мощности температура нагрева радиатора будет меньше. Для чего варьирование вот этой вот мощностью, скажем так, нужно? Скажем так, мне нужно куда-то уехать. Я включил на самое минимум ее. И у меня будет поддерживаться в доме температура, ну, в пределах, допустим, 10-12 градусов при любом морожене. То есть, дом не будет разморожен, будет в дежурном режиме. Мне нужно быстро нагреть. Я приехал домой, включил эту систему. И в течение там полчаса, ну, одного часа может быть, я догоняю до нужной температуры. Кроме всего прочего, в чем будет достигаться, опять-таки, экономичность? Во-первых, ну, вы прикинули уже, наверное, да? 6,3 это киловатт 800. Общее потребление, получается, системы на обогрев дома. Если будет работать постоянно. Но вся дискейская система будет включена через вот такую вот штучку. О, видите? А это термодатчик. Нужную температуру я устанавливаю. При достижении данной температуры в доме система отключается. И до тех пор, пока там не упадет на 1,5-2 градуса температура, ну, так отрегулирован датчик, да? Потом она включается опять. То есть, в среднем получается где-то потребление, если вот так вот, общая, 1,8 киловатт, то при участии вот этого вот датчика, термодатчика, да, терморегулятора, получится где-то в районе 900 Ватт. То есть, половина на половину. И опять-таки, в зависимости от того, какую температуру я устанавливаю. Но, ребят, не забывайте, опять-таки, все будет зависеть от качества работы данной системы, и потребление электрического тока будет зависеть от того, насколько хорошо у вас укиплен сам дом. Это первостепенный момент. Потому что, сами понимаете, куда идти дом, накопить ничем невозможно. А в данном случае, кстати, эту же систему можно запитывать и от бифиляра, который, скажем так, установлен на плитку китайскую. У меня там видео есть на канале, кому интересно, можете посмотреть. То есть, все это важно. Почему я ушел от бифиляра в данном случае? Потому что я, конечно, можно напрямую через бифиляр все это дело запитывать, однако, излучение идет по всем проводам. У меня был датчик, то есть, для проверки излучения более грубый, скажем так. Он не показывал излучение по проводам. Потом я сделал другой датчик. Простейший датчик, но очень-очень чувствительный. Излучение идет мощнейшее. Вот это вот мне не нравится. Поэтому я вот пришел к такой системе пока. А чем уже запитывать будем? Поначалу буду запитывать от сети 220 вольт, хотя запитывать ее можно. И от постоянного напряжения, от любого, от пульсирующего, от чего угодно. Она будет брать свою мощность, не более того. Вот такой вот вариант. Так что, ребятки, кому интересно, ставьте лайки, подписывайтесь. Да, для того, чтобы она не была жидкой, при креплении, скажем так, на стену устанавливаются вот такие вот штуковины, да, на нее. И система приобретает жесткость. Вот, ясненько, да? Кроме всего прочего, значит, крепиться эта штука будет для максимальной эффективности. Именно зазором в пределах двух сантиметров от стены. Вот она закреплена, да, допустим. Вот так, мне это сейчас так же не закреплена здесь. В данном случае вот, смотрите, сюда ее поставил к стене, да. Здесь у нас получается зазор двухсантиметровый. Естественно, от пола сантиметров десять ее надо будет оторвать. Высота ее 60 сантиметров, да, от подоконника, как правило, 80-85 сантиметров. От подоконника достаточно двух сантиметров, чтобы она была, чтобы выход тепла был. И остальное внизу будет 15 где-то сантиметров от пола. Получается великолепный конвектор. То есть путем естественного движения воздуха, снизу он будет сам зашашиваться, сверху уходить. То есть отбирать тепло от этого радиатора. Плюс еще положительный момент. Он работает как инфракрасный излучатель. То есть все то, что в поле его зрения, на любом расстоянии будет нагреваться. То есть будет принимать энергию. Вот это очень важно. Отсюда и возникает момент экономичности данного варианта. Вспомните печку в доме. Один раз протопили, она доходит по температуре в пределах, скажем так, в градусах 50. И где-то несколько часов греет. И дом теплый. Вот считайте, что площадь печки разделите на количество вот таких вот площадей небольших. Примерно такой же вариант и будет. Ну вот, пожалуй, все. Будут вопросы, задавайте. По возможности отвечу. Понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь.